Девочки, у меня сейчас был стресс, где нам привезли картины. Вот Анденька, открывай дверь. Мама Чоли приехала. Да. Давайте покажу вам его немножечко сблизи. Короче говоря, ломимся, мы ломимся. Тусуйте, отдыхайте. Мало ли что, а хрена ее подстрихать. Всем доброе утро, мои хорошие. С вами Селена. Начинаю новый влог. При каждой удобной возможности говорить, что я начинаю новый влог, я буду это делать. Сегодня настроение хорошее, погода хорошая. Ну, у нас в Ростове ветрено немножечко так. Но, тем не менее, процессы все еще по квартире у меня идут. Много разных идей. Сегодня я, наверное, получу свои картины. Надеюсь, мы уже договорились на вечер, и я вам обязательно покажу свои новые картины. У меня в спальню картина большая и в детскую картина. Вот, я надеюсь, сегодня нам привезут, и я вам обязательно здесь покажу. Это один момент. А второй момент, хочу поехать в Леруа. У меня появилась идея для того, чтобы сделать свою прихожую. Очень интересно, в кирпичном стиле. Я, наверное, буду для этого снимать отдельное даже видео, потому что я такая долгоиграющая. У меня просто в голове идея возникла, да, как бы сделать просто этот кирпич еще и своими руками, и чтобы оно выглядело классно, круто, да. У меня идея такая пришла. Я попробую взять кое-что в Лерке, кое-что с этим сделать, посмотрю, как оно будет. Если оно будет реально круто смотреться, то я это сделаю вам отдельным видео, и это будет реально прям лайфхак. Я надеюсь, что получится. Мне кажется, что получится. Поэтому покажу вам. Сейчас я поеду за Фаберлик, кстати, да, заказик у меня сегодня. Через 10 минут они уже открываются. Надо будет и маме, и мамке позвонить. Время без 10.05, и я хочу кофе, представляете? Обычно я после трех не пью. Я выпила уже две кружки сегодня, но я что-то чувствую, что я хочу кофе. Поэтому я сейчас сделаю кофе все вечерние, надеюсь, плохо мне потом не будет. Спешу вас познакомить со своим новым помощником, Юфи. Милая, ну-ка отстань. В общем, вот такой вот у меня новый робот-пылесос. Он намного мощнее, чуть-чуть больше, чем мой предыдущий. С ним можно работать с приложения. В общем, здесь есть режимы. Сейчас он работает на тихом режиме специально, чтобы никого не отвлекать. Он в детской сейчас убирается. У меня убрала ковры вот так вот. Он моет у нас и убирает пыль. У него идет очень хорошее, мощное всасывание. То есть он собирает даже мельчайшие частички. В приложении также есть журналы уборок, расписание. Можно вообще поставить, чтобы он убирал, когда у вас нет дома, например. Выставить там зоны, где он должен убирать. И вот он убирает. И, кстати, мне что нравится, что он убирает. В предыдущем у меня не было этого. Он убирает, посмотрите, да. Раз, возвращается. У него датчики идут, которые позволяют ему сразу определить, где стена. И не докасаться до нее. Видите? Раз, моет. И мне нравится, что он моет зигзагом. Вот что я хотела, блин, давно. Но я понимаю, что если он там мыл, то там уже все чисто. А здесь он еще моет. А у меня до этого был другой. То есть сначала он прошел по бокам. То есть сначала он помыл вот так вот бока все-все-все. А потом начал вот так вот все мыть. И я понимаю, что сейчас вот он уже заканчивает. Я знаю, где чистая зона, а где нет. В предыдущем этого не было. Он просто в хаотичном порядке все убирал, как ему там вздумается. По своей какой-то программе это было неудобно. Вот у меня от него коробочка. Я вам покажу основные моменты, которые здесь. Лазерная навигация, о которой я вам говорила. То есть точная навигация. Современная технология построения карт позволяет повысить эффективность уборки и увеличить время работы. Потом технология MAP позволяет запоминать конфигурацию вашего дома. И уборку можно дополнить точечными инструкциями для более тщательной уборки. То есть где-то, если надо поубирать, то точечно можно сделать. Ну, сухая и влажная уборка. То есть это совмещение. Это тоже очень удобно. Огромная мощность всасывания. Смотрите, 2200 ПА. Не только интеллект... А, еще у него есть голосовой помощник. Вот. Это один из самых мощных пылесосов в линейке Юфи. Настройка маршрута уборки. То есть устанавливайте виртуальные границы сами прям с телефона, чтобы исключить область, в которых уборка, например, не требуется. Так, вот сейчас он, смотрите, прошел до конца. Все здесь помыли, я вижу, чистенько. И пошел куда-то там дальше вымывать у меня. Да, здесь есть голосовой помощник, женщина. Здесь русский язык, английский. Можно разный выбрать. Я поставила русский язык. И всегда закончилась вода. Она говорит, поменяйте водичку. Села батарейка, садится, да. Она говорит, там, батарейка. В общем, это очень удобно, что не нужно ломать голову, что происходит, если вдруг он остановился или что-то замигало. Голосовой помощник вам сразу об этом говорит. Очень удобно разбирается все там. Могу вам показать. Сейчас он доубирает чуть-чуть. Давайте покажу вам его немножечко сблизи. И покажу, как он легко разбирается. То есть с внутренней стороны, смотрите, два колеса. Вот здесь направляющие колесико. Тряпочка, чтобы мыть. Все это очень легко снимается. Вот так вот. Вот она сейчас мокрая, кстати, тряпочка. Здесь у нас, смотрите, раз, открывается. Здесь у нас резервуар для воды. Вот это все снимается. Вот, видите, она говорит. Здесь у нас тоже снимаются фильтра все. Очень быстро и легко. Водичка еще есть. Можем продолжить работу, пока... Траптейнер установлен. Вот. И еще, кстати, он очень тщательно проходится по вот этим вот бортам возле мебели, да. То есть он не просто так вот прошел, да. Он прям раз, два, три. Вот как мы работаем с вами шваброй, например, да, в углах. Он более тщательно в углах убирает. Кому интересно, я всю полезную информацию и ссылки оставлю под видео. Обязательно заглядывайте в инфобокс. Если хотите узнать более подробную информацию, точно так же заходите по ссылочке и читайте об этом. Добавьте воду. Чудо-пылесоси. Вот она как раз мне говорит о том, что нужно добавить воду. Пойду. В приложении, кстати, смотрите, я могу следить за ним, где он убирает, где он убрал. Вот, посмотрите, траектории все. Также здесь у меня уведомление, что резервуар для воды пуст. Нужно пойти набрать водички. Ой, это реально очень удобно. Пока в детская идет уборочка, я тут занимаюсь своими делами. Отвечаю на письма, например, или монтирую видео, да. Сейчас Деньку соберу, поедем по делам, я в спальне буду делать уборку. Приду, у меня уже две комнаты шикарные, чистые. Фух, крошки, какая-то я сегодня нервная. Я напилась кофе, три кружки вместо двух. И я реально какая-то, знаете, немного нервная, психованная. Я куда-то спешу, что-то лечу, хотя можно делать все по порядку, все нормально. Короче, поделала все дела, о которых я вам говорила практически. Картины мне должны сейчас уже звонить через минут пять. Я думаю, зайти в магазин, купить там что-нибудь такое, сыра, яблочек, что-нибудь вкусненького хочется купить. И не знаю, пойдем мы сегодня в Леруа или нет. Короче, увидимся, наверное, уже дома. Смотрите, чего, ты не будешь открывать? Смотрите, нам привезли картины. Вот он, Денька, его видно хорошо здесь. Это в его комнату будет. А это в мою комнату над спальней. Ну, здесь не очень хорошо видно сейчас, но принесу домой уже, когда все поставлю, покажу вам. И еще нам презентик такой дали, смотрите, два магнитика. Твое. Да, твое, дай покажу. Два магнитика таких красивых. А это кто? Твою. А это кто, День? Это мама. Правильно, а это? Денька. То есть это ты. Это моя. Ну все, понесли домой, да? Да. Давай, бери картину свою. Не, лучше я все понесу, а то еще испортишь. Зашли сейчас домой, картины занесла. Безумно хочется их скорее повесить, посмотреть, как они будут смотреться в интерьере. Но надо здесь, Денька, еще погулять. Смотрите, ну по-моему, на вот этой стене, ну прям явно чего-то не хватает. Согласны? Сейчас ее повешу, картину, вымерю и тут все, и покажу вам. Ну что, смотрите. Ну, по-моему, только ее здесь и не хватало. Все по цветам. Я, кстати, попросила. Да, я если не говорила. Это моя фотография. Моя фотография сделанная там на левом берегу. И там, конечно, фон не очень хороший. Мне его поменяли. Фон, то есть с моей фотографией. Сделали пляж. То есть мне предложили, можно сделать пляж. Я говорю, да, я скинула фотографии своей спальни, в каких она у меня цветах. Говорю, вот какой-то фильтр наложите или что-то сделайте в таком. Просто идеально сделали. Кайф. И я не хотела себя, свой портрет в спальню. Я хотела просто какой-то образ, но и тем не менее, чтобы я там присутствовала, да. И, наверное, только я знаю, ну и вы теперь, что это я, да, но лицом не свечу, как бы. Нравится мне эта фотография классная. Вот. Во всех моих тонах. Что мне нравится в ней, что она не глянцевая. Ну, то есть она сильно не бликует. Если я буду снимать, то особо сильно не будет видно. Я надеюсь. Это первый момент. Второй момент. Она очень легкая. То есть мне не нужно было сверлить там какие-то большие дырки. Я просто прикрепила два гвоздика. Один, второй и все. И повесила ее на два гвоздика. Это идет полотно. Вот. И оно крепится просто на деревяшечки такие. Можно еще снизу закрепить, но мне, в принципе, достаточно пока так. Я потом посмотрю, да. Мне кажется, вообще идеально. Сразу такой уют создался. Классненький. Вообще. Напишите, как вам нравится. Нет. Но мне кажется, вообще и ее прям здесь и не хватало. Сама по себе картина легкая. Ее удобно и транспортировать, и удобно вешать. Я как бы самостоятельно справилась с молоточком и двумя гвоздиками. Я довольна. Та-дам! Так, ну, у Деньки в комнате. Я сейчас не показываю Денькину комнату, потому что перестановка у нас здесь. И еще будет перестановка как бы в процессе. Я картину пока поставлю на комод. Но просто мы комод будем переставлять еще. Тоже это в планах у меня. И я не знаю, какую стену я буду декорировать наклейками, которые вы мне советовали. Поэтому пока что вот так вот она стоит. И на примере ее я могу показать вам, как она сделана сзади. Она тоже легкая, ее еще проще будет вешать. Кстати, вот номер телефона и Инстаграм. Кто делал? Отправляют по всей России, я знаю. Вот. Им присылаешь фотку. Я присылала им фотографию. И они уже посмотрели, сказали, что могут сделать. Еще эти фотки отрисовывают. То есть художник отрисовывает, делает фотошоп, если какой-то нужно. Потом показывает макет. Меня макет устроил. И все. Выбирается размер. Печатается на холст. И вот на такую деревяшку сзади они это все приделывают. И все. То есть гвоздики вставили раз-два в стену. И просто повесили вот так деревяшку. За счет того, что она легкая, очень клево она держится. И как бы мне это очень нравится. Я бы таких еще несколько заказала бы даже. Вот. Если что, под видео оставлю прямую ссылку на их Инстаграм. Всем доброе утро. Сегодня нам продолжают делать инсталляцию. Я проснулась. Публикую пока видео, оформляю. Там то да сё. Ждем сейчас маму. И поедем в магазин. В Леруа. И так далее. Мама Чоли приехала. Да. Все. Всем привет. Мы бегим, короче, с Денькой. Вот уже оделись. Я сейчас носки одеваю. И бежим за плиткой. Скорее, скорее. Слушайте, сейчас смотрю. Вот мой унитаз, по-моему, керсонит стоит. 8900 он в Леруа стоит. Только здесь кнопка вот такая серебристая обходит. А у меня кнопка белая. Ну, блин, кнопку можно докупить. Наверное, на 1000 рублей здесь и стоит. И так же и получается. Так что, если что, в Леруа есть мой. Он прям, ну, по-моему, такой же тоже с лифтом. Видите? Кстати, ну, ладно. А, ну, да, я здесь и расскажу, наверное. Вот здесь нет этого блюдечка. Поняли? Сразу как бы туда внутрь все. А во многих других есть блюдечко. Вот такое, например, да, блюдечко. Тарелочка. Как она еще? Подложка, подножка. Практически везде. Вот здесь даже небольшая, да, там. Вот здесь вроде норм. Вот здесь норм. Вот здесь норм. Слушай, ну, здесь, ну, вот блюдечко тоже, да. Слушай, унитазы какие разные. Видишь, я вам тут унитазы показываю. Ну, здесь как бы большинство вот таких, видите, напрямую как бы идет. Здесь, кстати, хорошие. А, ну, это обычные, видите. А вот инсталляция, она везде почти с вот этим блюдечком. Наложили как бы и смотрите. Ну, вот еще туалеты чистые. Я вообще хотела какой-то такой. Вот тоже блюдка, да? Еще и близко так прям на руке как будто. Девочки, у меня сейчас был стресс просто. Я представляете, уже... Сейчас, подождите. Я стояла возле плитки. Разговаривала тут, представляете? Поставила вот так вот кофеечек. Телефончик свой положила, представляете? И пошла, короче. И так я думаю, надо что-то сфотографировать или посмотреть. Я уже хрен знает куда ушла. Просто сердце схватило. Бегу, бегу, бегу. Возвращаюсь, стоит мое кофе и телефон. И его никто не взял. Боже, спасибо. Людям, которые просто... Ты же мог любой вот так разить и все. Парень стоял рядом. Я такая аж матом такая. Он такой смотрит на меня, не понял. Да, блин, телефон, это же все мое. Это все, моя боже, да как... Я, блин, курица. А это мой юный помощник. Он 2 килограмма затирки несет. Пойдем. Пойдем, мой помощник, мой мамин зайчик. Открывай двери. Открывай двери. Ну, сильней. Вон, бери. Заноси. Ставьтесь. Ой, крошки мои, блин. Сейчас опять в Леруа был этот... Кружки мои сядь, дай, пожалуйста. Была ситуация неприятная, но, слава богу, все хорошо разрешилось. Короче, я купила шланг вчера, я специально оформила сервисную карту Леруа. Купила шланг. Будет рок, кстати, мне и, может быть, вам имейте в виду. И думаю, по сервисной карте ни чеков не нужно, ничего не нужно. Пришел и быстро все поменял, все тебе легко и просто. Не тут-то было. У меня, получается, рабочие раскрыли, да, этот кран. Я смотрю, ну, как бы, на какой высоте все это там висит туда-сюда. Я говорю, слушайте, я взяла полтора метра, это много. У меня будет все свисать с пола. Думаю, ну, ничего страшного, поменяю, все там видно как бы по сервисной карте. Не тут-то было. Я прихожу, она мне говорит, я не буду принимать товар. То есть, такой товар без упаковки, она может принять только, если я скажу, что это брак. То есть, я пришла, например, да, и вот имейте в виду, кстати, да, не говорите, что вы поменять хотите, потому что там вам размер не подходит. Сразу приходите и говорите, брак. Они же не будут проверять на месте, да, скажите, что-то вода там не идет, да, или что-нибудь не закручивается, резьба там, например, или что-нибудь такое, да, там. Вот. Короче, что это такое, чтобы им надо было проверять там у себя на сервисе, работает оно или нет, если у вас этикетки нету. Я пришла и, как честно, я говорю, что мне размер не подходит, я хочу взять другой размер. И мне она нет, да нет, да нет, да нет. Идите к продавцу, если он возьмет. А я думаю, где логика? Вот если упаковку открыли уже, да, и вот она не подходит, да, упаковка-то уже надорванная, с этой упаковкой, да, порвали пакет, уже не будете продавать. Часто бывает и саму этикетку тоже отрывают так, что ее уже, ну, не будешь с ней продавать. Соответственно, я не поняла логикой, как, даже если у меня по этикетке она не может вернуть. Ну, вообще очень странно, очень странно, очень странно. Мне это показалось, то есть я ее попыталась привлечь к логике, но она была непреклонная. Говорит, идите к менеджеру, к продавцу, он там, если возьмет, возьмет, тра-ля-ля. Короче, ждать около часа менеджера, я подождала 10 минут, потом думаю, ладно, пойду сама туда, пойду сама, посмотрю, что там за упаковка вообще было, потому что мне кажется, он просто в пакете был. Короче, посмотрела, что за упаковка, подошла к продавцу. Продавец говорит, ну да, вы же не по браку. Я говорю, так что, мне сказать, что у меня брак? Он говорит, ну я вот вам в этом не подскажу, там, тра-ля-ля, я понимаю, что тупо надо сказать, что брак. Ну ладно, он вызвонил менеджера, я думаю, сейчас объясню ситуацию, как бы, он говорит, ну если менеджер скажет вернуть, значит вернуть. То есть думаю, от менеджера зависит все, нет, значит, каких-то таких четких критерий, что вот так вот они не принимают. И все, как бы, и я такая, это, дождалась менеджера, менеджер хороший такой оказался, да, вот иногда иметь дело с мужчинами очень просто, чем с женщинами, которые злые какие-то сегодня, да. Я подошла и, ну, как бы, говорю, такая ситуация. Он говорит, а что они вам не поменяли? Я говорю, ну вот, говорят, этикетки нет. Он говорит, все, позвонил, говорит, сейчас девочка придет, поменяйте, и все. Я говорю, вот, спасибо, хорошо. А то я сегодня так радовалась, как классно все в Леруа, да, и вечером я просто из пор думал, блин, да я вообще ничего у вас брать не буду. У меня прям такое настроение было, честно, не очень хорошее. Вот, так что спасибо менеджеру в нашем мега-оксай, Александру. Вот, все по карте, там, как бы, все эти коды, все, что нужно, есть. Все, сейчас еду домой, все набрала, красоту там такую, и в туалет, короче, сейчас все сделаем, красиво, когда вот уже сниму отдельное видео, будет все клево, супер-пупорски. Так, смотрите, что я накупила, уже распределила, немножко в пакет обратно убрала. Так, короче, купила вот такие вот классные для полотенчиков. Это вообще я в туалет, как бы, у нас там будет же раковина, поэтому полотенчики, смотрите, какие стильные, и плюс они не надо сверлить, ничего, просто прикрепим, и все. Для влажных помещений без следов. Стоит, по-моему, 300 с чем-то рублей, точно не помню. Вот, потом решеточки, наконец-таки, взяла. Это с одной стороны в ванну, с другой стороны в туалет. Они тоже я решила, ну, не прикручивать, а клеить. Просто наклеим их, и все, тоже. Вот, потом взяла вот этот шланг, поменяла, у меня был полтора, а взяла метр на метр двадцать растягивается. Я думаю, что он подойдет нормально, потому что у нас низко будет душ висеть, этот гигиенический душ. Купила вентиляцию еще вот такую, одну из самых тихих, стоит где-то тысяча сто пятьдесят рублей. Вот, в общем, все это нам будут делать в ближайшее время. А, еще что-то я купила. О, смотрите, какой, я все мечтала. Вот такой красивенький. Как это называется? Ёршик, да? Ёршик, и он тоже крепится. Вот, я надеюсь, только он, что он не будет спадать. Тоже крепится к стене, и все. И можно будет потом мыть под ним. Не надо будет его поднимать все время. И вот эта штука, она раз, вытаскивается, помыли ее и обратно. И она, смотрите, как подходит под вот эту. Я специально брала, чтобы вот оно подходило вот так. Все в Леруа взяла. Он стоит где-то семьсот пятьдесят рублей. Добренькое утречко, мои хорошие. Я в детской комнате нахожусь. Мы тут немножко перестановочку сделали. Вот, осталось совсем чуть-чуть найти наклейки, которые я хочу, и там вот немного декора такого маленького уже сделать. И в итоге покажу вам, что получилось. А еще сегодня собираюсь за матом поехать, купить деньги, потому что он вертелся на этой штуке, как это, стенке шведской. Как-то там перевернулся и уже ударился. Упал, ударился. Я понимаю, что нужны маты, причем такой нормальный большой мат. И собиралась сегодня заехать в один магазин, посмотреть. Маты эти. Вот. Сейчас помыла голову, собираюсь немножечко уложиться, снять вам пару видосов. Вообще, идей у меня очень много. Я уже понакупила всего для новых идей, для декора. Короче, не успеваю снимать это. Я хочу скорее, чтобы уже закончили этот туалет. Они уже завтра должны прийти и все закончить. Вот. Туалет отдельно сниму, покажу, как все было, что мы там переделывали, демонтировали, короче, из-за моих ошибок вначале. В общем, покажу, расскажу. Потом буду делать отдельно прихожую, потом перестановку покажу вам в детской своей. Короче, много всего. Вот. Что еще хотела сказать? А, и сегодня день, ну, так как у нас все сбилось, мама обычно по выходным приходит, а я по выходным иду куда-нибудь гуляю. В прошлые выходные я, получается, не отдохнула, не погуляла. И в итоге делала дела. И рано возвращалась домой. И, в общем, опять сидела, монтировала. В общем, нигде не отдохнула. И сейчас, получается, что она среди недели у меня, так как она помогает с малышом. Или у нас есть ремонт, она следит, смотрит, как бы все это. В итоге она остается у меня среди недели. Я решила, среди недели, возможно, даже в караоке получится сегодня вырваться. Вот. Спрошу у Тани, как она вообще. Одной, конечно, в караоке не хочется идти. Может, девчонке еще кто-то там соберется. Посмотрим. Вот. Ну, короче, сегодня, думаю, отдохнуть. Если что, возьму вас с собой, покажу, как я проведу вечер. Еще не знаю, но точно хочу отдохнуть. Ну, или на крайняк в кино сходить, это тоже классно. Вообще, я хочу, на самом деле, запланировать себе, но уже опять не в эти выходные, потому что мама у меня среди недели, а значит, в выходные я буду с малышом. Вообще, я хочу прям, может быть, на следующие выходные забронировать, вот прям вот пойти сходить на какой-нибудь спектакль. Я, на самом деле, очень люблю, когда вживую играют люди, сходить на какой-то спектакль, как-то одеться соответствующий. Ну, вот этот вечер такой, знаете себе, что-то в нем есть, свой шарм, когда ты вот на спектакль прям идешь, ты думаешь, что одеть, там, да, там. Вообще, по кайфу надо ходить на спектакле. Классное дело. Кино есть кино, а спектакль есть спектакль. Такое культурное развитие. Вот, короче, сейчас укладываюсь. Смотрите, как это подходит, да, мне по цвету, кстати, гармонирует вот это вот. Все дело. Пошла, в общем, посушусь, уже вторая половина дня, честно, уже полчетвертого где-то, а мне еще видео надо снять, а мне в магазин надо съездить, а еще кучу всего надо доделать. А мне лень. Девочки, из новиночек Фаберлик, что я из новинок брала и что мне очень-очень сильно понравилось. Первое, это вот такое тональное средство, увлажняющее, с SPF 15. SPF 15 хорошо, чтобы содержалось вообще в кремах и в тональных средствах, BB крем, потому что оно защищает нашу кожу от всяких лучей негативных, и, в общем-то, это хорошо. Моя косметолог мне рекомендовала. Вот это средство мне понравилось, я угадала со своим тоном, светлое, вообще очень классно ровно ложится, и вот это вот находочка для меня. Дальше, вот эта вещица имеет розовый оттенок и скрывает синяки под глазами. Мне очень понравилось, она эффект свечения такое делает, прям вот обалденная штучка тоже, я ее использую. Дальше, тоже из новинок, совсем вот свеженькие, новенькие, это вот такой вот консилер, мне он нравится, он достаточно плотный, хорошо маскирует все, и очень удобно наносить. Единственное, что у него такая большая кисточка, там она немножко меня испугала сначала, но, в принципе, очень удобно накладывать его под глазки. Ну и просто обалденная, бомбическая, уже во многих видео вы видели и в этом влоге даже увидите. Дальше я накрашу сегодня обалденная матовая помада, она очень классно наносится, она как суфле, очень долго держится, прям весь вечер, мне не нужно было ничего подкрашивать, не липнет, ну просто обалденная. И цвет просто бомбический, сразу вам скажу какой-то цвет. Вот такой вот цвет. Кому интересно, я делаю этими средствами макияж себе на своем втором канале, получилось по-моему очень даже ничего. Ссылку на Фаберлике я оставлю под видео, можете смотреть, у них каждые две недели новый каталог и классные новинки. Ну а что, доброго вечерочка, кто сегодня лозит вселеночку по ночному Ростову? Да, рано служить. Я на самом деле очень рада, потому что в прошлый раз Таня, из-за Тани, я никуда не пошла, я не тусовалась, прошли выходные, а сейчас у нас даже не выходные, средь недели. И пока выдалась такая возможность, у меня мама дома, малыша уже уложили, нагуляли его, короче, и я могу тусануть. Я давно хотела в караоке, я вам говорила, в будний день именно, чтобы я могла петь как можно чаще. Ну и беру с собой самого преданного зрителя, любителя, как я пою, будет ставить песни. Так что, да, сейчас, я не знаю, сейчас и хочется и кушать, и хочется и попеть, и кино посмотреть. Прокушать не надо, зачем ты это пробушаешь? Ну нет, чуть-чуть диетическое, чисто зелень. Чисто диетический бургер, да? Зелень, зелень, бежевая. Да, диетический бектоист. Диетический бектоист. Да не, 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 по такому тяжелому не пройдемся, максимум может. Да не догадывай. Роллы, вот я бы съела, они полегче, кажется, бургером. Рис. Уже лучше котлету куриную. С непоникой этой булочкой. Да, уж лучше уж бургер-то, да. Леша будет. Вот видите, вы видите, почему я толстею. На Магаринше встречается. Я тоже как с тобой, так я все время ем и ем. Мы на самом деле так собирались сегодня долго. Именно пытались найти одежду, чтобы она как бы нас и стройнила и скрывала тем самым наши жиры. Ты вот сколько от своего нормального веса сейчас в плюсе? От своего нормального веса? В плюсе. Главное, мы в плюсе. В плюсе на 6 кило. На 6 кило. А я больше тебя, потому что 54, или нет, подожди, 54,5 вот я уже доходила, нормальный был вес, а сейчас я вешаю 58,9. О, бог мой. Ты что, серьезно? Ты была вот 56 недавно. Серьезно? То есть 59 килограмм. Или 57,9. 57,9. Короче, 58, да, у меня 58. Давай круглим, 60. 60, короче, я тебя вот догоняю. Но у нас рост разный и кость разная, как бы, да, и если бы я весила столько, сколько Таня, она еще хорошо выглядит при этом весе. Еще хорошо, еще вот туда, почем, еще, уже это вот близко, близко. Да, но если бы я, я вообще, мне кажется, я беременная была, осталась только. Как я? Да. Да, спасибо. Да не, я не знаю. Не, ну а сколько у меня килограмм-то где-то и было? Нет, так и было. Короче, все, едем, тусим, что-нибудь удастся подснять, подсниму. Вы знаете, к сожалению, караоке я не могу подснять, тут спеть вам песню. Так что в Торис, в Торис, все в Торис, в Торис. Да, точно. Ну что, мои хорошие? Я с красного момента говорю, ой, 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 да, вот так я вышла, как старушка. В общем, все, мы заходим в караоке, и там снимать я, наверное, ничего не буду. Посмотрим, ну, как бы, как петь не буду точно снимать, может, Таня подснимет, как я там пляшу, как бы, ну, посмотрим, короче. Подсниму тебя. Если что, увидимся тогда, когда мы уже выйдем, поделимся впечатлюхами. Впечатлюхами. Короче говоря, ломимся, мы ломимся уже, во все, по периметру, блин, прошли этот дом, нифига, ничего, все закрыто. Я звоню, говорю, девушка, а где вы, как вам зайти? Она говорит, ну, у нас Кировский там, Кировский, я говорю, в смысле, а там где на горизонте было караоке, ну, ваши же, это же ваши. Она такая, да, мы давно не работаем, там мы переехали, вот, и, короче, мы выезжаем, едем туда, и как раз возле кинотеатра большой находится. Мы потом еще и в кино собираемся пойти, на какой-то ночной селанс. Ну, если сильно мы там не запоем прям до утра, тут все сеансы закончатся, посмотрим. Короче, едем сейчас оттуда, откуда возвращались, ехали, короче, мимо, проезжали. Да, 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 Танечке надо таблеточку, возраст уже нынче не тот. Начинает. Так, время одна минута четвертого, офига... Девчонки, допоздно гуляем. Да, Таня меня сейчас отвозит домой, и что потом Таня делает? Это не на камеру, это не на камеру, Таня. А что, домой? И Таня тоже домой. Она скрывает то, что она идет домой, просто она все молодится и пытается сказать, что она будет еще тусить. Но на самом деле она пойдет домой, потому что она старая, уже возраст не тот, да, Танюша? Ну, да. Как бы ты не хотела молодиться, пойдешь домой спать, таблетки от головы пей, от спины растираться. Да, 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 на тру, это колени лошадиной силой. Да, но самое главное, что она отвозит меня, и это огромный кайф, потому что я, честно, не люблю на такси ездить. Да. Я выпила всего два коктейля, я трезва как стеклышко, но мне уже со всех сторон отзвонят и пишут, чтобы я шла домой, ругаются. И мама говорит, что Мила не спит, Мила бесится, разбудила Дэнью, маме спать не дает, короче. Говорит, твой ребенок вообще бесится. Один спит? Один бесится. Вот. Так что я и домой. На самом деле, игрушечки, хотела поделиться, что я очень хорошо отдохнула прям. И вообще у нас слушок прошел, что 20 числа у нас здесь будут все закрывать, поэтому до 20 числа в Ростове, девочки, кто смотрит меня с Ростова, тусуйте, отдыхайте. Мало ли что, закроют и все. Вот, поэтому надо обязательно сходить в кино еще, в театр надо успеть. Не, вы, ну, это видели. Ну, куда ты забралась, Коша? Мама собирается снимать. Вот, выставила свет. А ты куда забралась? Вот, вот, все выше и выше надо. Ой, мама, мам, ты что скажи, я чуть не упала. Ты моя девочка, ты моя кошка, ты моя любимая сладкая птичка. Ты такая лапочка, ты же лапу так хочу схватить, я тебя хочу так захватить и так поцеловать, так обнять, что вас прям невозможно. Ну, что это? Ой, 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 что за лапки? Ой, 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 все,паси, ой, все,паси, ой, все,паси, ой, все,паси, ой, все,паси, ой, 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 ой. Аж глазок cocino. Что, моя, я тебе сейчас ущипну? За животик ущипну. Ты, мама, любишь? Дай козельку мама уберет, поухаживает за тобой. Вот так, все. Нет? Еще давай. Мама не может так вот убрать козельку. чё мои сладкие вот так вот нахмурь брови ой какой сладкий котик кошечка моя шала ой ты какая красивая у мамы ушки у мамы ушки доброго вечерочка мои хорошие что еще сделала листала сейчас инстаграм свой долистала его до самого начала вообще когда только начала его вести еще до блогерства незадолго даже так до начала блогерства я начала вывести мне там было немного публикации а потом я вообще помню что к инстаграму еще так не относилась серьезно вот потом уже поняла что надо его тоже вести ну youtube вперед я начала развивать короче полистала сейчас смотрю где у меня длинные волосы ровные одной длины и прям такие длинные бы нифига себе думаю как красиво как то я выгляжу молода и волосы выглядят ухоженно очень да и на самом деле с длиной с ровными волосами и ухаживать то не надо и что-то я переживала что мне там все как будто прилиза на как будто объема нет да очень даже неплохо я вам так скажу это когда нахрена ее подстригать так я кстати тогда подстриглась под корей потом волосы уже отросли так хорошо и тут я решила эту лесенку вдруг замутить у меня уже волосы длинные по моему были да нормальные ну вот стреляют фишку мне иногда чё поделать ну мне кажется что эта прическа вот если сравнивать с ровными волосами она меня чуть кап подзрослевает да ну смотря как уложить да вот сейчас укладочка вроде такая интересненькая но я такую укладочку могла и делать длинными волосами так что надо призадуматься наверное не буду под коры стричься все-таки буду отпускать но не исключено что фишку может стрельнуть короче сейчас смотрела что очень очень хорошо не с прямыми блондинистыми волосами у меня же еще сейчас я хочу отпустить свой цвет волос или попробовать покрасить свой цвет волос немножко да вот русый пепел сюда придать чтобы блонда немного убрать ну такой будет блонд русый натуральный под цвет моих корней и я наверно это успокоюсь начну немного отрастать а потом просто возьму и закрашусь в белый цвет ой непредсказуемая моя душа чё сижу после вчерашнего отдыха отхожу еще не так чтобы там ничего не голова не болит ничего я же не не попивала много это выпила два коктейльчика я даже в них алкоголь не чувствовала этих коктейльчиках вот и в итоге это просто именно вот это знаете вот вечер такого расслабона глубокого потом все-таки нужно собраться и вот сегодня целый день я собиралась так знаете там что-то там видео то сделать что там сериальчики смотрю сынули целый день мы даже из дома не выходили сегодня целый день а нам же сегодня заканчивали туалет целый день да наконец-таки его закончили пока поубирали все уже вечер и уже вот все и уже и сил никуда нет идти такой день еще поела бутерброды с рыбой и так хочу пить сегодня целый день но хорошо что не есть потому что я как уже говорила я очень сильно девочки поправилась безумно сильно и я столько не весила реально еще за всю свою жизнь и мы и станем и станем на пару прям вот на пару друг друга поддерживаем вот вот поесть хорошо там да и я думаю стоит одной из нас сейчас взять себя в руки как другая автоматом это сделает ну вот мы пока оттягиваем этот момент но я уже чувствую что вот сегодня я уже не ела как умалишенная вот сегодня как-то и вчера мне не хотелось вечером уже есть я смотрю такая это наверное перед днями было сейчас все пойдет на спад вот и надо набрать короче много фруктов вообще пп еды надо набрать я вот собираюсь пойти в ленту закупиться там всякими полезными штуками вот и начинать уже правильно питаться и начать заниматься немного надо взять все в руки я сама себя вдохновляю сегодня смотрела передачу студия союз там где была успенская с глюкозой я не знаю кто смотрел я просто не могла отвести взгляда от ног глюкозы они такие худые такая она вся загоревшая такая вся ухоженная а меня частенько еще сравнивают с глюкозой и говорят что я очень на нее похожа и я такая думаю блин я похожа на вот эту красотку так мне нужно немножечко это подтянуться да и надо привести свое тело в порядок и подзагореть и вообще короче нужно хочется хочется вот 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 на это надо чтобы фишка стрельнула давай 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 надо дожать ее и и начинать приводить себя в порядок сейчас смотрю сериал девочки с амбициями вообще суперлайт сериал ничего не могу сказать там нет никакого экшена просто знаете такие будни европейские будни но мне просто там главная героиня напоминает одну из наших близких близких людей вот и я смотрю и из-за этого потому что просто она на нее очень похожа и смотрю мне нравится вот и короче сейчас умоюсь это видео сегодня снимала меня еще хватило сегодня девочки снять вам два видео завтра еще мне нужно снять одно видео еще мне их нужно начать монтировать и еще завтра по магазинам надо сходить уже целый список всего что нужно купить думать страшно поэтому пошла и пить чай умываться и смотреть сериал вам спокойной ночи